Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами продолжаем читать книгу Тавита, сегодня 10 глава, это уже практически окончание книги ну и несколько слов о том, что было в предыдущих главах я не буду, конечно, все пересказывать, придется пересказывать всю книгу ну, скажем так, в предыдущих главах рассказывается о том, как Тавия женился на Саре и у них продолжается брачный пир в течение 14 дней во время этих 14 дней, вообще-то, уже Тавия должен был начать возвращаться домой ну, вот, не может он позвонить родителям, телефонов тогда не было, какой-то почты тоже не было и поэтому 10 глава рассказывает о том, что происходит в доме Тавита, отца Тавии Тавит, отец его считал каждый день, когда исполнили дни путешествия, а он не приходил Тавит сказал, не задержали ли их, не умерли, говорил, и некому отдать им серебра и очень печалился жена же его сказала ему, погиб сын наш, потому и не приходит и начала плакать по нему говорить ну, понятно, скорбь отца и даже такой пессимизм матери никто не занимает меня, сын мой, потому что я отпустила тебя светочей моих ничто не занимает меня, то есть мне ничего неинтересно Тавит говорил ей молчи, не тревожься, он здоров она сказала ему, молчи ты, не обманывая ему, подбила детище мое ежедневно ходила за город на дорогу, по которым они отправились кто они, Тавия и Рафаил в нем не ела хлеб, а по ночам не перестала плакать о сыне своем Таи пока не окончились 14 дней брачного первого, который Рагуилл заклял их провести там ну, вот здесь, конечно, возникла коллизия идти домой, либо праздновать свадьбу тем более, тут, видите, как сказано, Рагуилл заклял то есть там, прямо взял клятву с ним, что он будет праздновать эти 14 дней тогда Тавия сказал Рагуилл отпусти меня, потому что отец мой и мать моя не надеются уже видеть меня те же сказал ему, полбудь у меня, я пошлю к отцу твоему извести от него о тебе а Тавия сказал, нет, отпусти меня к отцу моему ну, чисто такой семейный разговор нет, это не скандал, видно, что там все это очень спокойно и стал Рагуилл, отдал ему Сару, жену его и половину имени рабов скота и серебра и благословил их, отпустил, сказал их дети да благопоспешно, это Бог небесный, прежний, ежели я умру ну, здесь все достаточно понятно напоминает чем-то историю, когда Ревекку отправляли к Исаку то есть, там, хотели, чтобы она побольше побыла ну, когда, значит, Айлиезер подгонял давайте пойдем быстрее домой, уже хозяин ждет позвали Ревекку, спросили пойдешь? Она говорит, пойду не буду я оставаться в доме и они отправились да благопоспешит ваш Бог небесный значит, почему Бог называется Богом небесным? обычно так говорят, что Бог живет на небесах но тогда становится вопрос а если он живет на небесах, а на земле он что, не живет? ну, и как бы это первое тут же вспоминается вот эта глупая фраза Гагарин в космос летал, Бога не видел да, ответ зато Богу хорошо видел ну, ладно, духовные небеса ну, значит, повторяю, а на физической земле Бог не живет? нет, когда Бог называется Богом небесным подчеркивается, что Он не такой, как этот мир как небо отличается от земли так Бог отличается от этого тварного мира потом сказал дочери своей, ну, Саре почитай твой свекру и свекровь теперь они родители твои желаю, слушай, добрый слух о тебе и поцеловал ее и Эдна сказала Тави возлюбленный брат, да восставит тебя Господь небесный дарует мне в виде детей от Сары, дочери моей дабы я возрадуюсь перед Господом обратите внимание, Эдна обращается к Тави брат почему? потому что и Тави и Эдна являются духовными братом и сестрой потому что они верят в одного Бога поэтому здесь подчеркивается именно, что они братья вот это тот момент, когда герои этой книги обращаются друг к другу брат, сестра подчеркивают единство 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 вере что, какое богословение, это дети ну, действительно, Ветхий Завет подчеркивал важность деторождения как продолжение рода как как новых работников поэтому здесь действительно звучит это благословение детей и вот отдает тебе дочь мою на сохранение, не огорчая ее ну, не огорчай, это не обижай не обижай после того отправился Тави благословляя Бога, что он благоустроил путь его и благословлял Рагуилла и эту жену его и продолжил путь и приблизился к Ненивии Ненивии, это тот город, из которого он вышел и в котором живет его отец мы с вами прочитали 10 главу где рассказывается о том, как Тавид страдал потому что сын его не возвращается и как Тавия после, тут же после окончания брачного пира, который продолжался 14 дней говорит, все, я пойду домой ну, и вот как он отправляется домой меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин мы с вами были на библейском портале Экзегет, спасибо за внимание всего доброго, до свидания, до новых встреч Дмитрий Георгиевич Тобыкин Дмитрий Георгиевич Тобыкин Дмитрий Георгиевич Тобыкин